В течение учебного года уроки электробезопасности посетили более тысячи стучинских студентов и школьников. Сегодня энергетики, как и учителя, подводят итоги и отмечают, что задачу не допустить детского травматизма они будут решать и на каникулах. Как обращаться с бытовыми электроприборами, как себя вести вблизи электроустановок, ребятам расскажут в летних лагерях. Мы пытаемся своими уроками профилактика электротравматизма привить детям культуру обращения с электрическим током. Потому что, как вы знаете, электротравма – это самый опасный вид травм из всех существующих. Поэтому у меня такой посыл ко всем взрослым на своем уровне дома – прививать все-таки культуру электробезопасности у детей. И берегите своих детей, будьте осторожными. Сегодня же на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, представители сучинских электросетей еще раз обратились к ребятам с просьбой не приближаться к подстанциям и линиям электропередачи во время летних прогулок. А директору школы номер 55 вручили благодарственное письмо за помощь в проведении урока в электробезопасности. Каждый из вас знает, что самое дорогое и ценное – это ваша жизнь и здоровье. Поэтому, чтобы вы провели эти каникулы с пользой, получили от них только массу положительных впечатлений, помните о том, что мы вам рассказывали, не соблюдайте элементарные правила электробезопасности, и все будет хорошо. Поздравили представители Кубанинерго и лучших учителей, как самой 55-й школы, так и в целом Краснодарского края – это Тамара Матушенко и Ольга Забарова. Ребятам же вручили буклеты с правилами по энергобезопасности. В общей сложности энергетики распространили среди школьников более трех тысяч подобных плакатов, листовок и сувениров. Хочется сказать искренние слова благодарности сочинским электросетям в лице директора-уководителя и также депутата нашего Армаганяна. Конечно, уроки электробезопасности важны как детям, так и родителям. И надеемся, что в следующем учебном году мы увидим сочинские электросети в списке наших партнеров. Что же касается выпускников, то им предстоит усвоить еще немало правил. Впереди их ждут не только экзамены, но и великие дела. Инга Габиша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.